В эфире программа ОМК ТВ в студии Марины Некрасова. Здравствуйте! Галерея результатов трансформации. Руководители «Металлоинвеста» оценили первые итоги развития бизнес-системы и компании на Лебединском ГОКе. В мае на комбинате приступили к реализации масштабного проекта, благодаря которому предприятия, а следом и вся компания смогут работать более эффективно. Главный двигатель прогресса – сами работники, вооруженные знаниями, подающие инициативы, обученные самым оптимальным мировым практикам организации производства. О том, каких успехов удалось достичь за полтора месяца, участники рабочей группы по развитию бизнес-системы, они называются навигаторами, рассказали руководителям «Металлоинвеста». Подробности встречи в сюжете Софьи Степкиной. Бизнес-система – это процесс непрерывных улучшений во всех направлениях. Это программа, позволяющая развить уже существующие технологии, использовать имеющиеся ресурсы оптимально и максимально интенсивно. Эффект от этого – материальный и моральный – ощутит каждый сотрудник, поэтому включится в процесс трансформации в интересах коллектива. С моей точки зрения, это сродни тому, как человек первый раз вступил на Луну. Сделан, вроде бы, это маленький шаг, но огромный шаг в развитии компании. Потому что внедрение бизнес-системы – это качественно новый этап развития. Что принципиально здесь? То, что люди вовлечены на 100%, и они сами начинают инициировать и реализовывать эти изменения. Им не нужно приказывать, их не нужно подгонять, не нужно контролировать. Вот это самое главное. Когда мы сможем добиться инициативы на линейном уровне, инициативы рабочих, тогда у нас вся система будет работать идеально. Это обязательно условие нашей конкурентоспособности, чтобы мы были впереди на рынке. Навигаторы разработали и презентовали руководителям новую методику рассмотрения и реализации инициатив. Задача – достичь потока идей на уровне лучших мировых практик. На данный момент на Лебединском ГОКе существует такая система, но она очень сложная. Мы эту систему упрощаем, и нам в дальнейшем будет проще направить наш огромный поток инициатив, который у нас будет в рамках бизнес-системы существовать, и также систематизировать и отслеживать по данным уровням. Передовые решения по сокращению времени ремонтов за счет не только технологических изменений, но и правильной мотивации персонала, производственные предложения по улучшению качественных и количественных характеристик выпускаемого концентрата высоко оценены руководством «Металлоинвеста» и вынесены на рассмотрение техническим советом компании. На самом деле очень много идей. Я все время слышу сокращение ремонта, повышение производительности различных агрегатов. И так все, если обсчитать, то очень-очень хорошая тема. Особенно я понял, что это идет снизу от рабочего класса, от мастеров. Это большой плюс. На самом деле есть масса идей, и ясно, что из этого мы продвинемся вперед. Спрос сегодня высокий, в силу многих причин. Сегодня хорошая ситуация металлург. Старая высокая цена и так далее, и так далее. Мы должны иметь возможность этим пользоваться. Поэтому спасибо за сегодняшний день. Было на самом деле интересно. И поверьте мне, это все не пустой шип. Это реально. В конечном итоге мы все за это получаем деньги. Наша компания в целом. Это реальный результат. В этом году на Лебединском ГОКе пройдут две волны развития бизнес-системы. С мая до конца августа и с сентября по декабрь. Серьезные перемены ощутят обогатительный передел и горно-транспортный комплекс. В будущем развивать бизнес-систему предстоит всем комбинатам компании – Михайловскому ГОКу, Уральской Стали и ОМК. Их представители уже сейчас вошли в группу навигаторов вместе с лебединцами. Дорогие друзья, не стесняйтесь своих идей. Не стесняйтесь ими делиться. Не смущайтесь доказывать, обосновывать и обсуждать между собой. Обсуждайте, ведите беседы, двигайтесь вперед. Вы молодцы. Бизнес-система – это изменение в подходе к производству, в менталитете. Это новая корпоративная культура. Она станет общим стержнем для всей компании, позволит металлоинвесту упрочить ведущие позиции на мировом рынке. Летний отдых с пользой. В оздоровительном лагере Белогория завершилась специализированная смена, в которой детей знакомили с различными профессиями. На три недели отряды превратились в профессиональные кафедры, а календарь загородной жизни наполнили интересными тематическими событиями. Дети участвовали в корпоративной встрече с работниками подразделений ОМК, пробовали свои силы в конкурсе «Мистер и миссис профи», побывали с экскурсией в типографии комбината и редакции телерадиовещания медиа-центра. О профориентационной смене Белогория расскажет Оксана Черных. Из чего состоит воздух? Зачем нужен кислород? Эти вопросы задавал юным участникам кафедры автомобилистов мастер по ремонту оборудования энергетического цеха номер один ОМК Алексей Гончаров. Ответы звучали самые разные. От шутливого «воздух состоит из деревьев» до правильного «из кислорода и азота». Именно эти элементы стали центральной темой профориентационной беседы Алексея Гончарова с юными постояльцами детского лагеря. Ребята с удивлением узнали, насколько важны кислород и азот в столеплавильном производстве. Алексей рассказал о температуре газов, производимых в энергоцехе, их особенностях. Его коллега-аппаратчик воздухоразделения Алексей Дугов показал, как за считанные секунды азот замораживает цветок бархатца. Опыт ярко проиллюстрировал температуру вещества. Мне больше всего понравилось, как там цветок заморозили, там еще поле замораживали. Вот это мне больше всего понравилось. Что запомнило, какая информация сегодня была интересна? То, что азот, у него температура минус 196 градусов Цельсия. Также мальчишки и девчонки из первых уст узнали о работе типографии комбината. О том, как специалисты управления по корпоративным коммуникациям ОМК собирают информацию для официальных пресс-релизов. Ребята интересовало все, что связано с жизнью предприятия. Рабочий день, распорядок, зарплата. Очень много интересного нам рассказал о самой структуре работы комбината. Я могу быть машинистом конвейера, крановщиком. Почему бы и нет? Первый вопрос, который был задан, это устраивает ли его эта работа. Еще был задан вопрос, происходит ли нештатная ситуация. Это тоже было очень интересно. У меня были вопросы о том, например, сколько у него заработная плата. Ну, такие интересующие нас вопросы, то есть, где надо учиться, чтобы пойти на такую работу. Честно говоря, я перехожу в 10 класс, и я не могу пока определиться. Вообще, даже примерно не знаю, кем хочу быть. Нет никакого предпочтения пока что. Направленность второй смены в лагере Белогорья продолжает общий профориентационный курс, взятый пять лет назад профсоюзным комитетом ОМК. В этом году к такой работе привлекли и Старо-Оскольский технологический институт НИТУ МИСИС. Учебный совет вуза активно подключился к диалогу с детьми о металлургических профессиях. Эта смена очень нужна детям. Дети узнают о профессиях своих родителей, о профессиях, которым обучают в МИСИС. Кто-то, возможно, в дальнейшем станет, выберет эту профессию для себя, а кто-то, может, и не будет выбирать эту профессию, но все равно те знания и умения, которые они получат в этой смене, им пригодятся в будущем. Как известно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Незабываемые впечатления юным белогорцам подарила экскурсия в редакцию телерадиовещания Медиа-центра. Они смогли не только посмотреть, как устроена кухня телевидения, но и стать частью творческого процесса. Шеф-редактор телерадиовещания Медиа-центра Наталья Кудеярова рассказала ребятам, как создаются программы «Лебединский экспресс» и ОМК-ТВ. А самые яркие эмоции они получили, посетив аппаратную и студию Медиа-центра. Посмотреть на все это со стороны, не только как по Первому каналу, то есть увидеть все это по-настоящему и попробовать себя в этой роли. Многим нравится эта профессия, может, и потом в будущем кто-то себя почувствует в этой роли и будет дальше по ней двигаться. Главный режиссер аппаратно-студийного комплекса Медиа-центра Алексей Бакшаев рассказал, как производится запись ведущих в студии. Юных гостей завораживало буквально все. Телевидение – это очень интересно, уверена Ольга Заболева. Она хочет стать режиссером. После экскурсии в Медиа-центр девочка стала еще ближе к мечте. Меня здесь удивило, сколько тут аппаратов и сколько сил надо на съемки. Я хочу стать режиссером. Я здесь на экскурсии первый раз. Я не знала, что тут есть Медиа-центр. Мне очень нравится. Я сегодня хочу посмотреть «Лебединский экспресс» и ОМК-ТВ. А что тебе здесь понравилось делать как режиссеру? Говорить, диктор готов, запись окончена, хорошо сняли. Вот это мне понравилось. Как ты думаешь, это же, наверное, нелегкая профессия? Да, это нелегкая. Надо запомнить все кнопки, чтобы режиссер знал, куда нажимать, и чтобы камера стала лучше. В Белогорье обещают – профориентационная смена станет традиционной. Постояльцы детского летнего лагеря не только познакомятся с различными профессиями, но и творчески раскроются, вдохновятся впечатлениями, расширят кругозор полезными знаниями. Следующая остановка – здоровье. В этом году среди победителей городского грантового конкурса «Сделаем вместе» инициированного компанией «Металл Инвест» впервые оказались представители медицины. Они предложили креативную идею, чтобы поговорить со староскольцами о самом главном – как сохранить здоровье. Необычный проект представили сотрудники Центра медицинской профилактики. Они запустили трамвай здоровья. Старт первому рейсу далее в торжественной обстановке продолжит Екатерина Пресенко. Из кабинета в поликлинике в трамвай сотрудники Центра медицинской профилактики, врачи и медсестры в деле популяризации здорового образа жизни решили действовать нестандартно – проводить беседы о здоровье в общественном транспорте. Они выбрали очень сложную, кстати, стезю просветительскую. И, знаете, обычно просветительство предполагает, ну вот, медицинское, что люди приходят, им рассказывают. И здесь все наоборот. Они идут в народ, они активно будут входить в трамваи и разговаривать с людьми об очень важных и серьезных проблемах. Ты в ответе за свое здоровье. Наш мир без вредных привычек. Здоровое долголетие. Информирован, значит, защищен. Медицинские работники с поддержкой волонтеров планируют провести шесть акций. Для того, чтобы вести профилактику здорового образа жизни и борьбы с вредными привычками, не всегда у населения и у староскольцев на это может найтись время. Поэтому в трамвае достаточно удобно провести профилактическую работу путем информирования населения о ведении здорового образа жизни и профилактике вредных привычек. В трамвае будут работать доктора, которые будут вести профилактическую работу по информированию населения о здоровом образе жизни и путями борьбы с вредными привычками. Старт подобного проекта – важное событие в жизни округа, уверены представители местной администрации. Профилактические акции смогут охватить жителей и города, и близлежащих сел. «Быть проекту» позволяет участие в программе «Сделаем вместе». Поэтому позвольте администрации округа поблагодарить руководству компании «Металл Инвест» за поддержку таких важных инициатив – проекту «Быть». Слова благодарности и нашим медицинским работникам, которые сегодня креативно предоставляют возможность населению увидеть то, как нужно заботиться о своем здоровье. Первый трамвай здоровья отправился в путь от остановки в селе Незнамово. Далее каждый второй вторник месяца от остановки автовокзал в час дня. «Счастливого пути! Следующая остановка – здоровье!» В этот раз темой поездки стала профилактика онкологических заболеваний. Пассажиры прослушали лекцию о методах предупреждения, симптомах и особенностях протекания болезни. А после нее можно было получить врачебную экспресс-консультацию. Здесь сотрудникам Центра медицинской профилактики помог врач Тараспольского кожно-венерологического диспансера Александр Давиденко. Профилактика в том и заключается. Чем она будет проведена раньше, тем будет лучше. Естественно, зачастую в практике сталкиваемся с людьми, которые затягивают с ранним обращением. Тогда возникают другие проблемы, приходится применять другие методы диагностики. В некоторых случаях заболевания перерастают в более тяжелые формы. Поэтому с этой целью как раз мы и информируем людей, чтобы они как можно раньше обращались в помощь. Такой диалог за время поездки – это уникальная возможность для староскольцев задуматься о своем здоровье, найти ответы на волнующие вопросы. А возможно, пятиминутный разговор, брошюра с важной информацией помогут сохранить жизнь. Все сюжеты нашей программы можно увидеть в YouTube, на канале Осколл-сети, а также на одноименном информационном портале. А на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!